Перед тем, как мы будем молиться, я прочитаю одно местописание. Это записано в дни Ефесиаста, 3 глава, 1 стиха, 3. Самый мудрый человек, который жил когда-либо на этой земле, сказал такие слова. Всему своё время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать. Время насаждать, и время вырывать посаженные. Время убивать, и время врачевать. Время разрушать, и время строить. Всему своё время. Иногда это время доброе, иногда это время злое. И каждый человек, который обладает мудростью, который способен размышлять, он должен различать времена. Он должен понимать, в какое время он живёт. Он должен видеть время, и ясно понимать, что это за время. Мы, христиане, имеем особый взгляд на окружающий мир, на окружающий мир. Мы не просто смотрим на этот мир сквозь стекло. Мы не просто смотрим сквозь призму хорошей или плохой погоды, доброго или скудного урожая. Мы смотрим на этот мир глазами духовными. Мы видим, как в этом мире, казалось бы, привлекательным, молящим к себе, совершаются удивительные и порой злые дела. И мы должны понимать, когда мы видим этот мир, мы должны понимать ещё и себя в этом времени. Мы должны видеть наше призвание, в чём оно должно заключаться, и наше участие во время этой жизни. Мы должны понимать, что этот мир, он ещё и духовен. Что помимо физического мира существует духовный мир. И духовный мир, он по большей части своей враждебник человеку. Мы призваны Богом для того, чтобы в этот мир нести Слово Божье, чтобы нести свет в этот мир, который, несмотря на солнце, который, несмотря на хорошую погоду, находится, по словам Библии, во тьме. И это очень важно, братья и сёстры, не только этим молодым людям, которые сегодня стоят здесь и нуждаются в нашей молитве, но также всем сидящим сзади. Нам нужно понимать время, в котором мы живём. И очень важно понимать наше место в этом времени. Тогда мы будем благословенны, тогда мы будем полезны, тогда мы будем делать нужное для Царства Небесного. И так всему своё время. Я хочу прочитать ещё одни слова. Это слова Иисуса Христа. Мы живём в прекрасном времени. Время, когда Бог даёт свободу для народа Своего. Время, как говорил брат Пётр, мы можем трудиться на Ниме Божьей. Мы можем сегодня идти и сеять Слово Божье, сеять во все сердца, потому что сегодня время благоприятное. Сегодня очень важно, братья и сёстры, услышать вот этот голос Духа Святого внутри своего сердца, чтобы понять время, понять место своё и понять главное призвание наше перед Богом. Сеять или проповедовать Слово Божье окружающим людям. Вы знаете, жеребник крошит. Каждый человек, который обратился к Богу в покаянии, который освящен Духом Святым и кровью Иисуса Христа, каждый этот человек, он уже становится свечой. Жеребник брошен. Мы теперь свечи. Мы теперь вот те сосуды, которые несём свет. И самое главное теперь быть верными, быть светом для окружающего мира. Не сможет спрятаться под свечи, написано, но стоит наверху и даёт свет окружающему миру. В заключении я хотел бы, прежде всего, обратиться к вам, братьям, сёстры. Вы закончили обучение. Прошло время, когда мы вместе учились, молились. Когда мы проходили духовную практику, когда была возможность проповедовать, свидетельствовать людям. Сегодня это время уже позади. Оно вроде бы церковь было недавно, правда? Но оно пришло к концу. Теперь самое главное для вас, чтобы вы запомнили для себя на всю свою жизнь. Апостол Павел говорит, представьте дела ваши, живую, святую и благополучную Богу на всякое доброе дело. Пусть вот это слово, оно останется в вашем сердце. Статистика школы говорит о том, что где-то две трети выпускников несут активную и одна треть почему-то отворачивается от призвания. Мне бы хотелось пожелать, чтобы ваш набор, все сто процентов, служили Богу. Чтобы вы остались чистыми и святыми. Чтобы вы были благополучными Богу на всякое доброе дело. И чтобы вы остались верными в малом. И как мы начинали, когда учение будет с молитвами, благословения церкви. Так я прошу церковь, помолитесь за нас. Благословите выпускников нас. Вот эти люди, которые сегодня стоят перед нашим лицом, они как никто другой нуждаются в том, чтобы Божье благословение почило родить. И я попрошу благословить нас. И пастора попрошу вас. Мамы и сестры. Действительно, это очень важный период в жизни не только церкви. Но и каждого студента, который закончил сегодня эту библейскую школу. Господь Иисус говорит, чтобы мы подняли очи наши и посмотрели на милы. Как они побелели и поспели к жадке. А потом говорит, делов очень много, а делателей мало. Очень мало делателей. Очень мало жертвенных людей, которые бы не за зарплату, не за какие-то вознаграждения, а просто по порыву сердца, по любви к этим погибающим людям шли, и проповедовали Слово Божие. Друзья мои, Господь хочет, чтобы вы стали добрыми делателями на Ниле Божьим. И добрым делателем человек может стать только при условии, если он будет ходить в смирении и в кротости перед Богом. Первое. Второе. Тогда он сможет стать сосудом благопотребным Богу на всякое доброе дело. Сосудом в чести. Сосудом чистым. Сосудом, через который Господь способен изливать свое благословение. Друзья мои, очень много людей кичатся своими знаниями. Хочется, чтобы вы никогда никому не сказали, я знаю больше тебя, потому что я закончил славянскую библейскую школу. Это не есть смирение. Хочется, чтобы, когда вы будете кому-то проповедовать, чтобы проповедь ваша была нехвастливая, проповедь ваша была в смирении, чтобы вы могли только указать людям на предмет спасения, на Господа нашего Иисуса Христа, а сами остались в тени, в стороне, чтобы вы указали, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Указали людям этим, как получить спасение. Сами же отошли в тень, и чтобы вас не заметили. Это есть смирение, друзья мои. Это есть угодно Богу. Поэтому мы сейчас будем молиться и будем призывать имя Божье на каждого из вас. Вы разъедетесь по своей церкви для нужды. Вы будете там назначены пастырями на какое-то служение. Помните все то, что вы слышали здесь, в славянской церкви, в библейской школе. Мы старались учить вас самому доброму, самому правильному. Показывать не только, учить на предметах, на словах каких-то, но и на собственной жизни. Мы пытались показать, что наша жизнь не расходится с учением, которое мы вам преподаем, друзья мои. Также и вы несите Слово Божие, которое бы не расходилось в вашей жизни. Братья и сестры, естественно, без помощи сотрудников школы фактически школа не могла бы состояться. Потому что там были друзья, сестры, братья, которые дельно и ночно пеклись этих детях и студентах. Они готовили их, там убирали, стирали, где-то подготавливали какие-то программы. Это все наши сотрудники библейской школы. Это и директор, это и декан, это и пара, это и преподаватели, это старжа, это те, которые заботились о том, чтобы тепло было. Это целый комплекс такой, друзья мои. И я думаю, благословения достойны не всем. И я предлагаю, приглашаю, чтобы мы благословили каждого из них в отдельности. Студентов, чтобы Дух Святой употребил их для доброго дела в тех местах, где они будут жить. Чтобы Господь дал силы нашим сотрудникам продолжать служение в этом же понимании, что это дело Божие. Трудиться и не изнемогать. Братья и сестры, Слово Божие говорит нам, мужи, поднимайте руки свои без гнева и сомнения, и благословляйте, благословляйте, и благословляйте. Поэтому я предлагаю вам, давайте поднимем руки наши, давайте благословим всех студентов, всех сотрудников, и именем Господа Иисуса Христа, уполномоченными их нести это доброе Слово семьи, жизни вечной этой земли. Помолимся. Слово Божие. Слово Божие. Слово Божие. Божие, Госудо Божие, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы Тебе прежде всего приносим благодарность и славу за это удивительное, доброе, свободное время, в котором мы живем. Господи, мы благодарим Тебя, чтобы глаза наши увидели обетование, которое было данным Отцам Нашим, за эту свободу, которая пришла в наши дни. И вот ты сам сказал, что с имя Моим пройдете по улицам и площадям и восхистите Царство и Спасение каждому человеку. Благодаря тебе, Господи, за это доброе время, в котором живем. Боже, дальше ты говоришь о том, чтобы мы поспели, как эти мимы поберели и поспели к жатве, как много людей сегодня остаются вне Спасения, и как много нужно дружеников, чтобы вышли на эти мимы и потрудились для Царства Твоего. Господи, мы имеем уникальную возможность сегодня преподавать студентам библейской школы науку христианства, науку правды Твоей, науку смирения, кровности. Господи, это время, в котором мы можем говорить людям о спасении. Господи, мы сегодня благодарим Тебя за это право благословляя. Закончился год учебный, закончилось время, которое было отведено для постижения занятий, для учебы. Теперь, Господи, друзья наши, сестры и братья, они поедут по домам своим, они поедут в те церкви, которые благословляют их на эту учебу, и они понесут вот эту сумму знаний с собою, для того, чтобы реализовать их в той местности, где они живут. Господи, наши города, наши села на Украине, еще так бедны, к словам Твоих, Божия, особенно восточная Украина. Господи, Божия, пускай каждый из студентов библейской школы будет употреблен Тобою на это доброе дело евангелизации. Благослови, Господи, духом премудрости и откровения наполни каждого из них. Божия, чтобы они стали добрыми делателями на этой доброй мире Твоей, Господи. Чтобы они еще могли стать средством спасения кого-то из людей, Господи. Благослови, чтобы каждый из них ходил в смирение пред Тобою, чтобы они почитали ближних своих, выше себя, чтобы они повторялись пострелям своих. Благослови, Господи, потому что это весьма большое дело, Господи, потому что дьявол, он входит в корреку и в щелево. И как только человек начинает возвышаться, тот час дьявол обградывает его и забирает у него то, чем он мог бы послужить для ближних своих. Господи, мы, как цель этого, благословляем всех студентов библейской школы именем Сына Твоего и Иисуса Христа. Да пребудет на них Дух мира и любви, Дух природности и смирения, Дух правды и послушания именем Своей Дом. Да познают они, что они сегодня уполномачиваются нести Слово спасения, покрывающим людям. Благослови каждого из них на своих местах, где они будут жить. Господи, я также прошу Тебя, чтобы Ты позаботился об устройстве их личной жизни, чтобы Ты дал каждому из них супруга или супругу, Господи, чтобы они могли быть счастливыми на земле, чтобы они имели хлеб на сушке, одежду и все необходимое для жизни и благочестия. Пребудь с ними, и пускай они почувствуют это посланничество от Тебя. Господи, также мы просим Тебя. Благослови всех сотрудников библейской школы. Благослови директора, благослови деканта, благослови преподавателей всех, благослови сотрудников всех, Господи. Боже, дело, которое они делают, это не тщетное дело. Это не это дело, которое поменчалось успехом. И поэтому дай им здоровья и силы, еще продолжай вести это служение. Нам же, как в церкви, дай всегда молиться о студентах библейской школы, о выпускниках и о всех сотрудниках, чтобы дело Твое процветало и улажалось над этой землей. Именем Твоем Святым мы благословляем всех, всех студентов библейской школы. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.